Привет, друзья! Вы смотрите шестой выпуск, посвященный тюнингу Казанки 2М. Сегодня мы расскажем об очередном процессе. Мы доделали консоли, вернее наполовину. Собственно, основная работа сделана. Консоли приобрели свою форму, мы их временно закрепили. Они требуют дошлифовки, но уже вырисовываются. Стекло примерили, так сказать, поставили. Так что много чего сделали с лодкой за последние две недели. Буквально на днях лодка уже уходит в покраску. Поэтому, скажем так, в этом выпуске вы увидите лодку еще в таких вот не совсем понятных очертаниях, как это все будет выглядеть, а уже буквально через где-то неделю лодка будет покрашена. И я надеюсь, мы успеем не только сделать ее до выставки, которая 21 февраля начинается, а успеем отвезти ее на теплую воду и провести первые испытания. Ну что, шестой выпуск. Поехали! Друзья, лодка приобретает очертания, то есть уже не пенопластовой подкладки под стекло. Мы сделали консоли. Подробнее о том, как мы их делали, расскажет Паша. Я лишь скажу, что они сделаны из алюминия. Это толщина двойка. Собственно, консоли достаточно надежные, но при этом легкие. Изначально мы хотели заложить здесь высоту 5 сантиметров, а здесь 10. Но в этом случае, скажем так, рослому человеку за рулем было бы тесновато. Поэтому консоль немножко приподняли. И, если можно выразиться, подконсольное пространство стало больше. В принципе, человек там ростом в 2 метра достаточно спокойно усядется за штурвал и будет чувствовать себя комфортно. Не знаю, скажите, на ваш взгляд вообще, форма консоли и высота стекла нравится вам или нет? Нам нравится. Но не обращайте внимания, просто расскажите о своих впечатлениях. Мне кажется, получается здорово. Ну что, Паша вернулся, на заднем фоне стоит инкассаторский автомобиль. Очередной банк пришлось грабить с этой казанкой, ну прям уже не знаем, что делать. Сейчас на покраску везти, за дизайн заплати. Собственно, все банки уже в Коноколу кончились. Ладно, шутками. Пашка, рассказывай. Что с консолями? Что мы сделали? Почему они такие? Вот такие. Вот такие. Рассказываю. Значит, согнули сначала с листом металла основу для наших консолей. Загнули лист, сделали уже переднюю часть, снизу у нас жесткость. Сделали также мы боковины. Вот, все это прихватили. Держалось все на прихваточках для того, чтобы нам можно было подогнать все это дело к борту. Ну, консоли у нас получились от пола, начинаются они на расстоянии 47,5 сантиметров. Когда, в принципе, начинали их варить, как мы задумывали, поднимаем на 5 сантиметров здесь, 15, там, 12 спереди. Было не очень удобно, потому что консоль получалась вот это место, оно сантиметров на 5 ниже. Пришлось приподнять как раз на 5 сантиметров здесь. Вот, ну, чтобы как бы общий вид не портить, сзади мы приподняли эту стенку на 2 сантиметра, спереди у нас получается на 5 сантиметров. Стекло чуть-чуть стало под большим углом, но зато здесь теперь можно нормально сесть, и как бы колени сюда не упираются. Консоль была собрана на прихватках для того, чтобы можно было при дальнейшей сварке ее корректировать. Потому что алюминий при сварке очень сильно ведет, где-то нам удалось соблюсти прям все плоскости, где-то нет. Приходилось подгибать, по месту доваривать. Консоль мы сделали с небольшим запасом для того, чтобы ее подогнать, подвинуть, подвигать можно. Сейчас мы подровняем все это дело с основным бортом, чтобы все смотрелось хорошо. И закрепим в дальнейшем либо на болты, либо на заклепки. Сейчас мы снимем стекло, чтобы показать, как мы это все делали, попонятнее. Самую широкую часть мы согнули вот таким вот образом, который у нас есть. Сделали жесткость для того, чтобы вот эта часть у нас была жесткая. Тут будет стоять рулевое управление. Эта часть верхняя получается. Здесь у нас маленькая, так чтобы придать эстетике какой-нибудь, хоть какой-то согнули. Вот такую вот площадку. И сделали жесткость, которая вот она крепится к полу. С загибом листа для консоли у нас не возникло никаких проблем, никаких трудностей. Единственная сложность была для того, чтобы правильно выставить стекло и сделать под него опору. Самое сложное оказался вот этот серп. Для того, чтобы соблюсти, так скажем, плоскость, в которой у нас будет находиться стекло. Его пришлось отдельно закреплять прихваточками, выставлять так, чтобы это все было ровно. А с алюминием как бы это сделать не очень просто. От сварки его ведет и корежит во все стороны. Дальше мы закрыли все целиком листом. Тоже на прихватках металл утягивает очень сильно. Поэтому приходится его постоянно поправлять, поджимать, так, чтобы не было зазоров. И сохранилась хотя бы гладкая плоскость. Друзья, собственно, для изготовления этих консолей нам понадобился еще один лист алюминия толщиной 2,5 мм. Который стоит 12 тысяч рублей. Но, скажем так, это очень небюджетный вариант изготовления консолей. То есть сам лист ничто по сравнению со сваркой и работой, которая была затрачена на производство этих консолей. Если вы хотите делать самостоятельно, гораздо бюджетнее будет либо сделать это на уголках и клепках, либо, например, сделать из фанеры. А еще есть вариант, можно, например, купить готовые стеклопластиковые консоли и уже, ну, как бы их подобрать близкие к вашей лодке и подгонять уже по месту. Но мы легких путей не ищем, тем более у нас там приехал новый грузовик с деньгами, поэтому мы сделали царские консоли, которые до конца подгоним, подшлифуем, и все будет идеально, когда они еще покрасятся в дизайне прям. Сейчас хотим сделать сюда полочки в консоли, чтобы перед покраской все это сделать, потому что, ну, когда придет уже крашеная панель, чтобы были закладные у нас уголки под полку, которая здесь будет. Хотелось бы и панель всю просверлить, сделать все отверстия под выключатели, под кнопки, под рулевое, но пока их нету, значит, будем делать уже по покрашенному. Полка у нас получится 22 сантиметра, а ширина будет 45. Я думаю, можно что-то будет положить там. Руслан, дай клепленник и заклепки 12. Сейчас наживим на пару заклепок вытяжных, выставим уголок, как нам надо, засверлим все остальные отверстия и заклепаем. Сейчас мы разметим с наружной стороны, там, где места, где будут отверстия. Будем сверлить снаружи и отсюда же и заклепаем. Разметим мы их через, да, через 5 сантиметров. Этого будет достаточно. Сейчас просверлим сливное отверстие там, в том месте, где у нас будет кингстон вставлен. Просверлили здесь отверстие овальной формы, большого диаметра, чтобы при выходе лодки на глиссер вода спокойно оттуда вытекала, и транец у нас облегчался. Давай, Руслан, поднимай. Там осталось у нас немного воды, сейчас посмотрим, будет она туда уходить или нет. Ставим туда кингстончик, чтобы можно было сливать воду, если она там будет, открыв пробочку, когда лодка на прицепе. Я думаю, что это будет удобно. Ну что, готовим лодку, везем в покраску. Уже буквально завтра лодка преобразится. Чехольчик от спиннинглайн это коротковат. То есть не хватает как раз вот этих 30 сантиметров. Лодка без шуток, а 5 метров, это без учета транса. Только корпус у нас 5 метровый, с трансом все 5,40. Пока у нас нет своего покрасочного цеха серьезного, везем к ребятам, которые профессионально занимаются покраской. Наши зрители, подписчики. И мы хотим сделать такое нестандартное решение. Есть такая покраска, называется Linex. И вот места, где будет постоянное какое-то трение и контакт с краской, хочется покрасить Linex. То есть, во-первых, покрытие будет не скользким, и во-вторых, оно будет износостойким и неподверженно царапит. В общем, сейчас привезем, уже по месту будем смотреть, обсуждать с ребятами, что можно сделать. Субтитры подогнал «Симон» Очень удачный прицепчик МЗСА-шный. На самом деле, вот, кстати, как насчет тест-драйва прицепа для лодок. Непростая моделька. Это МЗСА-модель именно с тормозами. То есть, тормозами здесь более, скажем так, он силовой, то есть, он под нагрузку до тонны 300, вот. Хотя, спиннинг-лайн под катер, там, спиннинг-лайн 470, берут другую МЗСА-шную модель. Я брал ее изначально, так, скажем, на вырост. Это раз момент. А второй момент именно по запасу прочности. То есть, там, поездка в ту же Астрахань, там, полторы тысячи туда-обратно, то есть, там, 3000 километров, не всегда по хорошим дорогам, лучше иметь прицеп с запасом мощности. Так что, если за, ребят, пишите в комментариях. Обязательно снимем обзорчик вот этого прицепа. Тем более, он требует небольших доработок. Есть фонарики, которые я порасколотил, скажем так. Ну, так, по-навесному ему досталось. Но с точки зрения ходовки, всех вот, всего-всего, то есть, прицеп проехал, ну, мне кажется, километр 1015 он проехал точно. Ну, ладно, в общем, если за, пишите. Сделаем обзор.